здравствуйте с вами программа гипотеза и я лилия или кого сегодня мы с вами поговорим о политике и поговорим немножко в другом формате у меня сегодня будет невидимый собеседник он поможет мне провести эту передачу а поговорим мы сегодня о тех событиях которые происходят в италии как правило италия находится на периферии внимания политиков и политологов потому что италия ассоциируется с чем угодно с отличным шопингом с туризмом со всемирным культурным наследием но только не с политикой между тем именно сейчас там разворачиваются такие события которые могут напрямую повлиять и на судьбу всего европейского союза давайте посмотрим на карту выборов которые прошли в италии 4 марта посмотрите здесь мы видим три основных цвета синий желтый и красный синий цвет это голоса отданы за правоцентрическую коалицию в которой входили лига севера форци италия и фратели детали и желтая нет сначала красная красная это позиции правящей партии партии демократика демократической партии во главе с моте уренси и желтым цветом выделены те области которые в большинстве своем проголосовали за мовимента чинку и стелли за очень интересное движение которое было образовано достаточно недавно и она это такой не политический истеблишмент это нечто новое в европейской политике что в ней новый чем она отличается от традиционных партий и так мы видим что здесь вот 37 процентов синим выделены это еще раз правоцентристы и 32 и 7 но будем считать что каждый третий итальянец проголосовал за за мовимента чинкой стелли движение пяти звезд что в нем такого интересного движение пяти звезд это изначально оппозиционное протестное движение политическое движение которое было запущено известным в италии комиком джузепе грилла больше всего он известен под именем бп грилла и движение запускалось именно в противовес всем существующим политическим движением потому что оно было задумано как нечто другое в противопоставление что это не такая политическая партия это все время подчеркивалось даже если мы будем говорить о времени создания то достаточно сложно определить одну точку потому что о создании самого движения было даже об учреждении вот так скажем об учреждении движения было объявлено в баллоне в 2009 году тем не менее люди вступали в него уже раньше кто такой бп грилла который вот запустил как раз это движение бп грилла родился в сорок восьмом году в гену и достаточно обеспеченной семье директора производить директора компании который производила газосварочное оборудование он получил хорошее образование и всю жизнь мог заниматься тем что ему было интересно и выбрал он именно стезио актерскую и стал известен где-то уже в начале 90-х годов своими жесткими такими хлесткими высказываниями об итальянских политиках он критиковал консюмеризм как стиль жизни вот этот известный всем dolce vita итальяна да то есть он всегда говорил то что хотел и занимался тем что хотел именно бп грилла называют одним из самых влиятельных блогеров его блог пользуется огромной популярностью каждый день там пишутся десятки тысяч комментариев то есть но мы можем представить себе вот политический вес этого человека и что важно почему именно в италии это можно подчеркнуть потому что итальянцы изначально очень критично относятся к своим политикам как правило всех кого они избирают в конце концов они начинают высмеивать подчеркивать что вот это не то что они хотели что эти люди некомпетентны и так далее какая программа была у движения пяти звезд и как они себя позиционировали какая программа изначально это была такая программа которая очень ориентирована на запросы людей вообще они себя позиционируют как инвайрон менталисты и не как популисты но те кто отвечает на отчаяние запросы людей то есть очень их беспокоит вопрос охрана окружающей среды соблюдение конституции соблюдение прав человека и особенно подчеркивается свободы мнений в том числе свобода печати и свобода интернета то есть это такая не политическая программа поэтому они все время отличались они каждым своим слоганом отвечают на тот запрос который есть у людей которые есть у итальянцев естественно вот сейчас если мы посмотрим видео из выступления бп грилла в страсбурге в европарламенте он давал пресс-конференцию в 14 по моему году он отвечает и на те насущные вопросы которые поднимают все без исключения политические партии то есть это национальный доход это пенсионная система это там то что связано с налоговой системы давайте посмотрим просто как он держится как он отвечает на вопросы он коллега бетон тут и поэзи но я вижу над и куэсту я кей-поэзи аминок и себя патчеросу медитара не осенна коэзи патчерона патчерка агрикола и коммуне он оплатит ясу на левуна политика дали а вендифинанси он рассказывает о том что все страны они должны естественно взаимосвязаны не что не может море чтобы она как-то сама по себе принимала критикуют банковскую систему и это одно тоже из основных положений как раз партии пять звезд то есть он приводит в пример какие-то другие системы которые заботятся о доходе каждого конкретного члена общества он говорит о том что не должны быть только банки американские потому что это совершенно другая система и вот обратите внимание здесь он даже он говорит что я не буду говорить смешных вещей хоть я и комик настолько уверен в себе настолько ровно держится что он совершенно не стесняется говорить о том что он актер он подчеркивает что он комик и я могу это сказать совершенно свободно себя в этом чувствует это человек который имеет твердое убеждение и который стал идеологом движения 5 звезд именно из-за того что он может себе это позволить ему это интересно у него за плечами богатая прожитая жизнь актерский опыт грилла давайте вот посмотрим он настолько хорошо держит аудиторию я просто остановила уже видео потому что на него можно смотреть долго это человек который привык к аудитории который 77 года работал на телевидении до этого он работал еще на сценических подмостках он чувствует людей он знает как обратиться вот около него сидят евро чиновники он может похлопать по плечу он может сказать как-то вот подчеркнуть он говорит об экономе он говорит о миллионах долларов он высказывается как человек полное достоинство и знающий что он делает именно вот эти его качества привлекли огромное количество сторонников к нему и позволили сделать движение пяти звезд моменту чинку и стали таким популярным более того то что он говорит о национальном доходе и о доходе каждого итальянца позволило ему собрать много голосов именно в небогатых южных областях италии как мы видели на карте именно юг в большом количестве за него проголосовал это ведь карта последних выборов было да вот эта карта еще раз я хочу ее показать это карта последних выборов как раз которые прошли в марте смотого года а на предыдущих выборах пять звезд тоже ведь очень хорошо выступили это было сенсации ловно там интересно то что в девятом году было объявлено об учреждении движения именно как политического движения участвующего в политической гонке а в тринадцатом году они уже собрали 25 процентов голосов но согласитесь это очень хороший результат для движения которое только что вышло на политическую арену понятно но выборах восемнадцатого года бп грил уже не участвовал это другая интрига здесь мы должны обратиться другой кандидатуре действительно в пятнадцатом году на роль фронтмена уже в этой партии но не партии движения но все-таки поскольку момент очинкой стали становится уже в данный момент просто переживает процесс перерождения в политическую партию поэтому можно так говорить здесь выходит на сцену совершенно другой персонаж политический это луиджи демайо молодой человек который родился восемь шестом году то есть в этом году ему будет только 32 года пришел в это движение он в 2007 году если посмотреть как развивалась и развивается его политическая карьера потому что он делает просто очень стремительную карьеру это молодой человек родом из небольшого городка помильяно на юге италии недалеко от неаполя и теперь нам становится более понятно вот эти результаты которые они дали на юге потому что юг проголосовал за своего поступает в университет в неаполе на факультет юриспруденции сразу становится но мы бы сказали профсоюзным активистом или активистом студенческого движения потому что сначала он вступает студенческое самоуправление становится там number one потом он сначала организует потом возглавляет студент студенческую ассоциацию юристов дальше он возглавляет совет факультета дальше уже он президент студенческого совета своего вуза ну то есть это такая представляемая мы сейчас тоже можем видеть вот это очень понятное развитие карьеры и это человек который очевидно стремится достичь больших высот именно в политической карьере во власти и сейчас у него есть такая возможность давайте мы просто посмотрим немного кто это такой что такое луиджи димао как он остановлю здесь это одно из выступлений луиджи димао который представлял на тот момент уже мовимента чинку и стели после того как в пятнадцатом году его выбрали буквально вот на эти позиции именно как лицом движение которое может пойти на выборы тут интересно понять почему так было сделано может вообще четкого описания четкого понимания почему так произошло на данный момент нет потому что не димао не бы по грилла не объяснили причин почему бы по грилла фактически выходит из политического движения дистанцируются немножко вот от всей политической гонки и отдает все димао видимо все таки пришли к выводу что 70-летний комик как он себя позиционирует не может претендовать на высокие позиции в политической карьере между тем как у димао для этого есть все то есть он изначально настроен на то чтобы подняться на пост премьер-министра получается что беппе грилла и димао они очень разные не только возрастом но и поведением бы по гриллу ведет себя намного более свободно и более естественно на аудиторию а димао ведет себя достаточно консервативно да и мы сейчас это увидим мы видели как ведет себя беппе грилла в европарламенте но все-таки это достаточно серьезный орган власти там если посмотреть сидит огромный зал в котором много журналистов люди в костюмах строгие евро бюрократичи как они их называют и он себя чувствует абсолютно свободно ему не нужны ни тексты не какие-то подсказки все что нужно у него в голове теперь смотрим вот уже в итальянском сенате выступает луиджи димао подчеркнем что он сильно моложе ему в этом году только пока 31 год пока он не может даже начать выступление потому что его постоянно перебивают да ну и давайте посмотрим это вообще достаточно эмоциональная речь с которой выступает то есть тут он обличает действующую власть президента джентилу они в том что в последние месяцы не принималось никаких решений которые должны были действительно содействовать качественному качественному развитию итальянской республики но он это читает и каждый раз когда его перебивают он говорит нет ну так невозможно разговаривать только что мы видели бепа грилла которого никто не перебьет потому что он владеет аудиторией совсем по-другому просто послушаем чуть-чуть а вете провокату дани а настро паэсэ пари а куэлли дина гуэра мондиале ма нон потра эссерэ лэя рисолверли президенте синификерэбе зментирэссо стесо партито президенте джентилу они сестеси вводи дати парламенту пока у нас настолько серьезные проблемы нас чуть было не вывлекли в мировую войну но это естественно не проблема которую решить можно только вы президент когда он когда он дает интервью журналистам естественно он чувствует себя посвободнее потому что ему не надо читать большую речь но в то же время вот в свободных неподготовленных вопросах как правило он не высказывает каких-то резких суждений особенно сейчас несмотря на то что в процессе предвыборной гонки очень было много высказываний о том что нельзя поддерживать там какие-то резкие движения на то что мы не должны вовлекаться военные действия мы должны заниматься больше своей политикой после того как фактически это движение стало победителем на выборах а как единое движение они как одна политическая сила все-таки за не заняли наибольший процент голосов получили риторика меняется он теперь очень осторожен своих высказываниях то есть он говорит о том что мы западная страна и мы должны идти в русле единой западной политики тут естественно очень интересно смотреть за трансформации потому что вот здесь я обратила внимание на то что он говорил обличая существующую партию до правящую партию эта партия демократика демократическая партия о том что именно ее нужно сменить но сейчас вот после 4 марта прошло уже практически два месяца до сих пор не сформировано правительство и это отдельная история но на данный момент вот на сегодняшнее утро о том те данные которые есть те высказывания которые после консультации высказывают представители партии они говорят о том что готовы договариваться уже с партии то демократика которая вот у нас на карте была красным цветом еще раз покажу ее и красная это позиции правящей партии они набрали 19 процентов почти 20 и по негласным политическим канонам итальянским эта партия и раз она проиграла выбора она должна уйти и ни одна из партии которая набрала больше голосов с ней договариваться не хочет тем не менее вот сейчас ситуация такая что договариваться придется с кем-то остался и поэтому движение 5 уже договариваться из партии до демократика то есть по сути получилось так что дима и пять звезд становятся партии с лидером с партийным функционером то есть они по сути постепенно становятся теми кого не критиковали совершенно верно это вот поэтому я и говорила о перерождении политического движения которое начиналось как строго оппозиционное движение в первых строчках их высказывание всегда шло мы не будем договариваться ни с кем мы идем как отдельная партия поэтому сейчас как раз дима и подвергается жесткой критики со стороны как своих сторонников так и тех кто голосовал не за момента чинку и стелли потому что они говорили что не будут договариваться что они должны сменить демократическую партию ренци и теперь они когда заявляют что мы готовы с вами договариваться к ним идут резонные вопросы а как же все те коренные противоречия которые были в ваших партиях пока это вопрос неразрешимый это та интрига который происходит прямо сейчас и это как раз ответ на вопрос почему итальянская политика сейчас интересно потому что еще одним моментом который они высказывали и правоцентристы и момента чинку и стелли говорили о том что они евроскептики что они должны избавляться от диктата брюсселя и это то что говорил бы по грилла что мы должны сам решать что итальянцы должны быть самостоятельными что они этого достойны но как в рекламном слогане вот вопрос а дима и он видно или как-то слышно то что он с юга в его поведение это видно в поведении нет но то что с юга во первых конечно об этом говорят голоса отданы за него я сейчас хочу показать его приезд сразу после выборов 6 марта в его родной городок памильяна памильян дарко хотя он конечно жил и не там но на туда родом и там его очень любят здесь очень важно на самом деле вот он в своем родном городе где его обожают потому что это маленький городок в нем всего 40 тысяч усиления и когда оттуда практически жилища премьер-мистр это конечно очень важно во всем видно и слышно что это южане я объясню почему это важно я вера на сур пресса дали адреса и кори liberаторий вот скандирует лучше здесь он рассказывает о том что мы не правы и не левы это все слишком громкие понятия мы идем к тому чему мы должны прийти и мы отталкиваемся от тех положений которые вывели нас на первое место но почему юг проголосовал видно что луиджи димаио это на самом деле очень фотогеничный хороший положительный мальчик с юга его слышно он говорит не момента щенка и стелли это очень важное разделение для итальянцев которые до сих пор даже по той карте которую мы видели делятся на север и юг у них какое-то время назад скажем так лет 20-25 назад было очень четкое такое деление что есть промышленно развитый север богатый север есть юг безусловно красивая безусловно с роскошной природой но менее богатый менее производительный это всегда была такой линии напряженности между северянами и южанами и сейчас когда на юге появился яркий лидер который стремится вперед который олицетворяет просто каждого южанина как они хотели бы себя видеть которого не только видно ведь он ну вот как в нашем представлении настоящий итальянец должен быть темные волосы темные глаза там смуглая кожа он говорит так что сразу каждый южанин понимает что это свой это очень важно потому что вот сейчас может получиться так и очень большая есть вероятность что будет процедура переголосования потому что переговоры зашли в тупик пока никто ни с кем не хочет договариваться но по ряду причин вполне вероятно что будет бегать переголосование и они начнут снова тогда мы увидим просто какая партия как придет пока дима я уверен что если будет переголосование они только наберут больше голосов но получается что дима и уже воспринимает пять звезд как свою партию можно так сказать скорее всего да потому что пока вот ситуация таким образом сложилось что просто его выдвинули на первый план и бэппо грилла уже идет немножко отдельно при том что он идеолог всего этого движения он его создал он дал ему мощную идеологическую базу за которую движение пяти звезд и любят и поддерживали и бэппо грилла по-прежнему есть свои сторонники а есть свои поклонники и он тот кто он есть и в то же время есть отдельно уже мовимента чинку стеля 2 движение пяти звезд на сайте которого мы уже не видим на первом плане бэппо грилла мы вообще не встречаем там упоминание то есть произошло дистанцирование и даже вот в тех интервью многочисленных когда дима я задают вопрос а чтобы по грилла как у вас сейчас потому что это волнует избиратели это волнует и зрителей все-таки бы по грилла это очень значимая для них фигура него любят там просто сказано что нет мы не ссорились мы просто вот решили что теперь будет так мы как моим это чинку стеля самостоятельная в своих решениях но бэппо грилла как бы точно это ну нет такого четко ответа что там произошло они предпочитают не выставлять это на показ может быть через какое-то время это узнаем в течение какого времени ситуация определиться пока сложно сказать потому что неделю назад например на прошлой неделе лоджи дима я говорил что теперь вот это все уже ультимативное предложение последнее предложение например лиги норд которые лиги которая набрала 17 процентов голосов либо вы вступаете в коалицию мы формируем правительство либо нет но ответа не последовало потому что это отдельная история еще раз повторю там есть глубинные противоречия роль италии в евросоюзе сейчас выросла после брексита роль италии в евросоюзе должна вырасти после брексита пока они настолько глубоко сидят своих проблемах миграционный кризис на италии сказался едва ли не больше чем на других странах потому что она первая страна вот в средиземноморском маршруте которая сталкивается именно с большим наплывом и после того как франция отказывается впускать к себе после того как австрия отказывается впускать к себе естественно мигранты остаются там это создает очень большое давление и очень сильно влияет кстати на избирательную ситуацию и вот уже в завершении скажу что есть один момент который роднит а лучше дима и себастьяна курса оба пришли в политику с неоконченным высшим образованием в возрасте 26 лет но это отдельная история который мы можем поговорить в следующий раз а пока нам остается только наблюдать и тут трудно делать ставки давайте просто посмотрим как будет развиваться ситуация дальше спасибо